В принципе, Путин хороший президент для России, но в каком-то плане он как бы более-менее держит Россию от распада России. Он держит Россию в своих таких руках, что Россия там уже согнулась и прогнулась. Они хотят, чтобы мы прогнулся, они хотят. Я хочу жить в свободе. Я хочу жить в Украине. Я заслужила это право. Я здесь родилась. Я это право заслужила, быть украинкой. Именно украинкой. Я это право заслужила. Я работала здесь, пошла на пенсию, вырастила детей, я имею право. На то, чтобы я называлась украинкой. Свободной, независимой. Я хочу излагать свое мнение и свое желание. Я на это право. И право выбора за мной. А я только одно хочу сказать. Они захлебнутся нашей кровью. Захлебнутся. И Путин не выходит. Они уже дрожат и боятся. А это то, что если они боятся, значит это им скоро будет конец. Даже если они боятся. Они уже боятся. Можно еще вопрос? Ну, все-таки, знаете, очень спорные вопросы. Как бы, еще вступление в таможенный союз, в Евросоюз. Ну, как бы, сами понимаете. Я отвечу. Смотрите, вот вопрос вступления в таможенный или Евросоюз сегодня не актуален. Европа уже не будет иметь никакого дела с теми людьми, которые занимаются просто мухлеванием и неизвестно чьим. У нас очень много друзей россиян. Вот лично у меня, у нашей организации. Мы постоянно работаем вместе. Мы работаем, вот я представляю экологическую общественную организацию, с американскими экологами, с немецкими, с французскими. С экологами всего мира никаких проблем нескольких. Проблема не в том, что власть не может поднять общественную организацию. В общем, проблема. Украина, ну, совершенно, посмотрите. Мы стоим, и деревья даже посажены, ну, посажены-то они много лет назад, но ухаживают неправильно, не соответствуют нормативам. Абсолютно. И поэтому нет тут сегодня вопросов о какой-то взаимоотношениях с Российской Федерацией. Вот это просто эмоциональная, да. Майдан вышел не из-за взаимоотношений, да, и мы никто не против. Мы за свое будущее вышли. И каждый за свое будущее сегодня очень волнуется, потому что если продолжится то, что мы видим, это, ну, опять, просто потраченные годы, потраченные жизни, пустую. Ну, почему? Ну, живут нормально страны, да, живут больше, замечательно живут. Чехия. Мы в стартовые условия практически одинаковые. Где сегодня они, где мы? Такое впечатление, что это разные цивилизации даже. Мы хотим идти в развитие, а не для того, чтобы была опять плановая экономика, без плана дерева и так далее. За счет этого, ну, если даже правящие, да, государственные органы, правительство, не имеет программы развития страны вообще, в принципе. Такого еще не было. Даже вот в Украине, ну, хоть какую-то бумажку обычно писали. Сейчас даже... Это же насилие, страны, вот это все, в этой стране.